Дыхание промышленных гигантов, жизнь целых городов, свет в квартире каждого беларуса. Энергетическая система Беларуси – стабильно работающий технологический комплекс, который обеспечивает надежное и бесперебойное снабжение потребителей страны энергией. Только за последние 10 лет реконструировано 25 электростанций. Построено и модернизировано порядка 3000 мегаватт, или около 30% всех генерирующих мощностей нашей страны. Энергетическая стратегия страны определяет глобальные планы и личные потребности. Судьба отрасли на особым контроле президента. Что сделано и что предстоит? Эксклюзивные технологии, амбициозные планы, нестандартное решение. Выше технологии, чем космос и атомная – нет. Это интеллектуальный потенциал нации. Это будущее нашего беларусского народа. Мне хотелось, чтобы у будущих наших энергетиков, умных людей, вообще не было проблем. Не с детьми, я имею в виду детские сады, не с питанием, я имею в виду торговля, общепит, если говорить по-старому, не с жильем, которое мы будем строить. Таким был старт самого масштабного проекта в истории беларусской энергетики. Решение строить собственную атомную станцию полностью изменило жизнь тогда еще небольшого городского поселка. Сегодня Островец – самый молодой город на карте Беларуси и один из самых комфортных для жизни. Он строился практически с чистого листа и сразу с долгосрочной перспективой. Уже сейчас здесь живет 11 тысяч человек, будет вдвое больше. Для этого город атомщиков уже располагает самой современной инфраструктурой. Новая больница, спортивные и культурные объекты, школы, детские сады, многофункциональные жилые кварталы. Словом, все то, что привлекает молодежь. У нас прекрасная природа, новая больница, поэтому все условия созданы. Жить здесь интересно, работать тоже очень комфортно. Вау, был эффект. Поэтому сейчас, когда я хожу, у меня нет впечатления, что я хожу по этому городу, который я знала когда-то в детстве, девочка, когда сюда приезжала. Поэтому, да, чувствуется, что это новый и другой город. А это сердце белорусской атомной энергетики. Кадры, без преувеличения, эксклюзивные. Первый энергоблок белорусской АЭС готовят к запуску. На втором монтируют и тестируют оборудование. Проект БелАЭС новейшего поколения 3+. В нем учтены все неблагоприятные сценарии, разработаны многоуровневые системы защиты. Выбранная технология самая опробированная и безопасная в мире. Ее надежность постоянно подтверждают международные экспертные миссии и стресс-тесты. Особое требование и к квалификации специалистов. Подготовку собственных кадров белорусским вузам поручил глава государства. Более сотни выпускников уже освоились на новом рабочем месте. Другие считают дни до получения диплома. Когда я еще в школе учился и узнал, что в нашей стране строится атомная электростанция, я подумал, что я хочу там работать. Меня очень впечатлили такие масштабы, все оборудование высокотехнологичное, современное, новое. Мирный атом способен ежегодно экономить для страны 4 миллиарда кубометров природного газа и сократить парниковые выбросы на 7 миллионов тонн. В 2018-м стало ясно, когда начнется этап новых возможностей для национальной экономики, использовать их нужно будет максимально эффективно. Гарантировать востребованность каждого киловатта из островца тогда поручил президент. Надо иметь в виду, что сегодня удельное потребление электроэнергии у нас 2-3 раза ниже, чем в развитых странах. То есть есть куда стремиться, понятно куда идти. И речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии. Прежде всего, в промышленности. Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направления использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях. Этот вопрос неразрывно связан с дальнейшим развитием белорусской энергетики. Поэтому я требую от ответственных лиц, не затягивая, приступить к его решению. И это было сделано. Сегодня спрос белорусов на электричество для горячего водоснабжения и отопления увеличился втрое. Повлияли и льготные тарифы, и осознание выгодной перспективы. Будущее Беларуси за чистой и дешевой электроэнергией. Импульс для развития также получили электротранспорт и строительство энергоэффективных домов. По мере развития научно-технического прогресса, нужна будет в первую очередь электрическая энергия. Это более цивилизованная форма энергии. Ввод атомной станции, безусловно, самое большое достижение в области энергетики, независимо и Беларуси. После выхода на проектную мощность, БелАЭС закроет почти половину растущей потребности страны в электроэнергии. Новую роль получат и проверенные временем энергогиганты. Лукомольская тепловая электростанция на данный момент самая мощная в республике. В энергосистему страны отсюда поступает около 30% электричества. За полвека существования ГРЭС не раз обновляла внешний и внутренний облик. В 2003 году на станции началась поэтапная модернизация всего оборудования. Технический апгрейд повысил надежность, экономичность и срок службы энергоблоков. Модернизация закончилась в 2013 году. Благодаря этому на блоках дополнительно была увеличена мощность на 15 мегаватт. На каждом блоке снижены удельные расходы топлива на выработку электроэнергии порядка 10 грамм. При единовременных капитальных вложениях на данные мероприятия 97 миллионов долларов США, экономический эффект на теперешний момент составил 112 миллионов, и данное эффективное оборудование продолжает работать. Эффективность. Именно этот критерий определяет работу станции «Флагмана». Уменьшить топливные затраты в 2014 году помог и новый парогазовый энергоблок. Секрет экономичности установки мощностью более 400 мегаватт – двойной цикл производства. Газовая турбина выдает основную часть энергии. Продукты сгорания используют для нагрева воды. Полученный пар вращает турбину и вырабатывает дополнительную энергию. Это плюс 5 миллионов долларов к годовому плану и значительное улучшение экологических показателей. Впрочем, уступить атомной станции позицию лидера в энергосистеме страны «Лукомель» готов. Более того, чтобы включиться в новый ритм, на ГРЭС реконструируют системы теплоснабжения и устанавливают два новых электрокотла. Мощности станции хватит для того, чтобы обеспечить теплом на «Лукомель» и выровнять нагрузки на сети с началом работы АЭС. Именно о такой комплексной подготовке энергосистемы Беларуси к новому атомному этапу не раз говорил Александр Лукашенко. И сегодня работать в связке готовы все регионы. Ведутся работы по интеграции белорусской АЭС в энергосистем. Это создание около 800 мегаватт высокоманевренных пикварезервных источников, а также строительство на крупных электростанциях и котельных электрокотлов с суммарно установленной мощностью 916 мегаватт. Построено, реконструировано около 1700 километров высоковольтных линий электропередач. Это уже позволяет обеспечить поставку электрической энергии со станции в любой регион страны. Теперь протяженность распределительных электрических артерий Беларуси соизмерима с пятью земными экваторами. Самым крупным пунктом двусторонней связи с Островцом стала электроподстанция в поставах. Она является своеобразным кровеносным узлом, который принимает и передает электроэнергию. Семь высоковольтных линий связывают поставы с АЭС, а еще с Полоцком, Новолукомлем, Минском и Литвой. Если сейчас нагрузка на линии, которые идут на атомную станцию и обеспечивают их собственные нужды, колеблется в пределах двух, ну, пять, максимум 10 мегаватт, то при работе атомной станции эти линии будут загружены на полную свою пропускную способность. По 300, 400, в некоторых случаях до 500 мегаватт. Подстанция – это как лимфатический узел в человеческом организме. Он раздает по венам ту живительную силу. У нас это кровь, а в энергетике это электрический ток. Еще один вектор стратегической отрасли – топливная промышленность. Ее стабильная работа – одна из составляющих национальной безопасности. Мозырьский НПЗ нравне с новополоцким нафтаном два флагмана белорусской нефтепереработки. Потому модернизация этих производств в режиме нон-стоп – требование на самом высоком уровне. Иначе даже таким промышленным гигантам на мировом рынке не устоять. На Мозырьском НПЗ первую космически сложную установку каталитического крекинга ввели в эксплуатацию еще в 2004-м. С тех пор обновление производства не прекращается. Но такого масштабного и технологически сложного проекта завод еще не знал. Этот гигантский конструктор, по сути, завод в заводе. Один реактор весит 800 тонн. Что и говорить, модернизация на миллиард. И даже больше. На данный момент профинансировано по проекту миллиард 288 миллионов долларов США. Что составляет 94,2% от прогнозируемой стоимости объекта. Это позволит нам улучшить экономические показатели предприятия. Комплекс гидрокрекинга, по прогнозам, окупится всего за 8 лет. Но такой объект рискнет строить не каждое предприятие. Требования к безопасности повышены. С вводом в эксплуатацию этого комплекса глубина переработки повысится до 90%. На данный момент это 77-78%. Поэтому это существенный такой технологический рывок в развитии предприятия. Линейка, востребованной на экспорт продукции, расширится. Грубо говоря, то, что раньше годилось для закатывания в асфальт, будет рентабельной продукцией. Мы в сырье вовлекаем тяжелые нефтяные остатки, которые получаются при переработке нефти. Это гудрон и мазут. Из них получаем ликвидные продукты, которые востребованы на рынке нефтепродуктов, такие как компонент бензина, дизельного топлива. Новые технологии позволили успешно перерабатывать нефть с разными характеристиками из Норвегии, Азербайджана, Венесуэлы и США. Некоторые поставки зарубежной нефти стали возможны благодаря дружественным двусторонним отношениям. Альтернативу искали не только в топливной промышленности. Прижились в Беларуси и зеленые тренды. Вслед за мировым интересом ко всему экологичному на местные виды топлива стали переключаться наши предприятия. Реализована программа ТОРФ, благодаря которой проведена модернизация всей отрасли. Ежегодно мы добываем порядка двух миллионов тонн и по уровню его добычи занимаем четвертое место в мире. ТОРФом замещается 450 миллионов кубических метров импортного природного газа, а его доля в местных видах топлива составляет 15%. Одним из первых, к высокотехнологичному знаменателю, пришел торфабрикетный завод в Куховичском районе. Подходы к переработке хорошо знакомого сырья пришлось в корне изменить. В первую очередь производство модернизировали, практически полностью исключив человеческий фактор. Эффект удался даже с большей степенью, на которую мы рассчитывали. Удалось значительно уменьшить расходы энергоресурсов на производство продукции. Так, например, расходы электроэнергии на производство брикета у нас вдвое уменьшилось, что позволило значительно снизить себестоимость нашей продукции и на рынке, нашим белорусским, в том числе и зарубежным, быть конкурентоспособными. Автомобильную транспортировку заменили железнодорожной. И цена на брикет сразу стала лояльнее. Делать деньги из воздуха, солнца и воды. Еще 10 лет назад этот тезис вызвал бы недоумение. А сегодня белорусов не удивить бизнес-ставкой на природу. Закон о возобновляемых источниках энергии в 2010 году стал трамплином в зеленую энергетику. Уже через два года первые альтернативные киловатты выработала Гродненская гидроэлектростанция. Направить энергию воды в экономическое русло Беларуси, да так, чтобы миллионные вложения не уплыли из бюджета страны, задача со звездочкой. Стоит вопрос, стоит ли нам в таких объемах этим заниматься. Почему в таких объемах? Потому что все равно, как бы там ни было, строить станции эти надо. Лишь только потому даже, чтобы сохранить школу, что у нас строители это должны не забыть. В том же году на белорусских реках началось строительство целого каскада водных электростанций. Самое мощное на Западной Двине. За секунду через четыре турбины Витебской ГЭС проносится до 500 тонн воды. Это для сравнения 8 железнодорожных вагонов. За пять месяцев текущего года уже выработано 92 миллиона киловатт-часа. При себестоимости 5,6 копеек за один киловатт-час. Необходимо отметить, что на тепловых станциях Беларуси средняя себестоимость почти в два раза выше. Построенный судоходный шлюз. Появилась возможность использовать самый дешевый вид транспортно-речной для перевозки грузов и населения. За год гидроузел экономит на стоимости природного газа 8 миллионов долларов. При этом зеленого электричества хватает на весь Витебский район. Баланс, мощность, компактность подкрепляет немногочисленный персонал. Обслуживают станцию порядка 30 человек. Все они получили мастер-класс от китайских коллег, которые в проекте «Витебской ГЭС» выступили инвесторами. Служить гидроузел будет как минимум в век. Энергию природы приручили по всей стране. Полтысячи источников чистого электричества питают промышленность, сельское хозяйство и даже небольшие города. Совсем скоро экологическая геометрия нашей энергетики приобретет конкретную форму. Свое место в зеленом квадрате мировых стандартов безопасной и неисчерпаемой энергии рядом с Солнцем, ветром и водой займет мирный атом.